Почему? Потому что люди, баракулуфикум, в наше время забыли о тех обязанностях, которые поблизал Всевышний Аллах Спанта. Первая вещь, баракулуфикум, это изучение единобожия. Изучение единобожия, баракулуфикум, это воспитание сердца. Я, допустим, если присутствующий здесь, то есть кто смелость наберется, я сейчас вопрос задам, чтобы ответил мне на этот вопрос. Как говорят же иногда, опыты, опыты. Кто согласен на опыты, баракулуфикум? Кто-нибудь из братьев, присутствующих? Ну, что, и фархат. Фархат, давай, баракул. Не бойся, не бойся, ничего страшного, больно не будет. Ладно, я вам просто расскажу, чтобы никого не обижать. Это вот тут алматинцы обидчивые. Я был, как читал, мы сидели с братьями, я задал вопрос, какую самую беспредельную страну, которую вы знаете. Самая беспредельная страна. Ну, и кто-то начал перечитать, и один брат сказал, Голландия. Я говорю, вот давай за Голландию возьмемся. И спросил у брата, брат, вот у тебя какие претензии конкретно, вот у тебя, как у мусульманина, совершающего пятикратную молитву, какие именно вот, что ты видишь плохого в Голландии? И вот я вам этот вопрос задаю, вы сами себе ответьте. Сами себе каждый пускай в сердце ответит. Ответили, да, сами себе? Теперь я вам расскажу, какие вы ответы ответили. То есть этот братья там начали перечислять, так, все его начали. Один говорит, он говорит, проституция у них в законе. Другой говорит, аузу беля, у них наркотики в законе. Третий говорит, у них там гомосексуализм в законе. Четвертый говорит, они судят не по законам Аллаха. Пятый говорит, они пьют по черному. Шестой, и все, начали такие подобные вещи перечислять. Я говорю, вот смотрите, братья, как у нас сейчас, у мусульман подход. У многих из нас голова 60-го размера. И, наверное, 2-3 килограмма мозги. А есть такая птичка, удод называется. У нее баракулфикум мозги вот меньше, чем вот этого ложка. А много меньше. Вот столько, наверное, мозгов. И у нее мозгов, то есть и понимание больше, чем у нас. Разума больше, чем у нас, как и нам об этом рассказал Всевышний Аллах Пан. Всевышний Аллах Пан Анатолий рассказал о том, что Сулеймана Алиссалям, он правил джиннами, животными и птицами. И однажды он собрал свой воск и потерял удоды. И спросил, где удод. И чуть позже, то есть удод запоздал. Удод запоздал, и Сулеймана Алиссалям, когда начали спрашивать, где ты был, удод ему рассказал. О том, что он пролетал над государством неверующих, которым правит женщина. То есть этим государством правит женщина. И этот удод, смотрите, если государство, в котором живут неверующие, еще ими правит женщина. То есть что там может быть? Там понятно, как в наше время любое европейское государство. То есть там законы не Аллаха, правильно же? Проституция, гомосексуализм, наркотики, так и внешне подобное. И он, смотрите, птичка вот с такими маленькими мозгами, когда Сулеймана Алиссалям спросил, что ты там бьешь? Она что? Она вот эти вещи не пересняла. Она что сказала? Ваджат туга лакалма га абдуна шамс. Я видел, а я ж жуду ля дешам смену ля. Я говорит, увидел ее народ, ее, ее народ. Они готел сажда солнцу помимо Аллаха. Видите, вот у этой птицы в аркулфику, несмотря на ее маленький разум, она понимала, что самая большая проблема, самый страшный грех, это поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Это поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. И то, что эти грехи остальные, проституция, гомосексуализм и так далее, несмотря на то, что это большие грехи, они по сравнению с этим грехом, а это поклонение не Аллаху, ничто. Ничто в аркулфикум. Почему? Потому что в аркулфикум самое большое зло, которое может творить человек, это поклоняться не Всевышнему Аллаху, как об этом рассказал Всевышний Аллаху, о Ухмане, одном из праведливых, что он говорил своему сыну, я гуна и ля туши билля. О, сын мой, не предавай Аллаху никого в сотоварищи. Инна ширка ля зон бю назри. Поистине ширка это великая несправедливость. Как сказал пророк Салу Бау Апусалям, самой великой несправедливостью и самым большим грехом является поклоняться не Аллаху в то время, как Аллах тебя создал. То есть Аллах нас создал, Он нас кормит, Он нас поет, Он дает нам жизнь, Он проявляет нам столько милости, а потом человеку, они разу билля, обращаются с поклонением к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, просит кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, приносит жертвоприношения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, дает обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, клянется кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха. А разве может быть больше зла, чем это зло? Поэтому самое большое зло, Баракувикум, это поклоняться не Всевышнему Аллаху. И смотрите, в этом аяте Всевышний Аллах говорит, рассказывает нам об этом праведнике, что он своему сыну обращался с этими словами. О, сынок мой, не предавай Аллаху сотоварищей. И вот тут вопрос, кто-нибудь из нас когда-нибудь говорил своему сыну, своей дочери, о, сынок мой, доченька, не предавай Аллаху никому сотоварищей. От самого большого греха кто-нибудь из нас предостерегал. Многие из нас говорили, сериком с берегом не дружи, бочки на улице не собирает. Третья, четвёртая, правильно же? Много таких вещей говорит. С этим не ходи, туда не ходи, этот журнал не читай. Всё это да, плохо. Но мы забываем Баракувикум предостерегать людей от самого большого греха. А это предание Аллаху сотоварища кого-либо. И вот это вот страшный большой греха, это предавать Аллаху сотоварища, Всевышний Аллаху сотоварища о нём рассказал, сказав, «Валя Адалина Аману, те, которые веровали». И не облекли свою веру в зло, а мы как сказали, это зло какое? Ширк. Не облекли свою веру в зло, Уля и Калагумль Ам. Им будет безопасность. И вот тот вот ответ на многие вопросы. Многие говорят, что-то я вот какого-то спокойствия на сердце нету, бывает же. Или же боится людей, боится, что ему тот навредит, или тот-то его предаст, или тот его убьёт, или тот его кинет. Есть же такие разговоры? Причина в аркулфикум не в людях, окружающих тебе. Причина в тебе в самом. Потому что в этом аяте сказано, тот, кто веровал и не облёк свою веру несправедливостью, а это какая-нибудь правительная ширк, им будет безопасность. И поэтому чем ты, в аркулфикум, меньше делаешь зла Всевышний Аллаху, тем больше будешь чувствовать безопасность. А чем больше ты приносишь зла Всевышний Аллаху, тем меньше ты будешь чувствовать безопасность. И это безопасность как на том мире, как в этом мире, так и на том свете в аркулфикум. Поэтому мы всегда должны смотреть, наше поклонение посвящено Аллаху, с кем мы связываем свое сердце, на кого мы полагаемся. Иногда мы берём ту или иную причину и полагаемся на причину и забываем, что результат от Всевышнего Аллаха. Мы берём причину, но результат должен ждать от Всевышнего Аллаха, Субхану Аллаху. Намас считать только Всевышним Аллаху. Талах, вот вокруг, приходить каабы, только ради Всевышнего Аллаха. Барана резать только ради Аллаха. Некоторые люди режут барана и говорят, бисмиллях, арвах ли доволся, говорят, чтобы арвахи были довольны. Он с именем Аллаха зарезал, но не ради Аллаха, не ради Аллаха. И пророк сказал, проклят Аллах того, кто зарезал, живёт оприншим не ради Аллаха. Проклял его. Баракулфикум, этот человек в страшном положении. И поэтому каждое, каждое наше поклонение должно быть посвящено Всевышнему Аллаху Панатали. И смотрите, плоды этого. Если человек действительно верует и не облечёт свою веру этой великой несправедливостью, которая является шир, мало того, что Всевышний Аллах Панатали даст ему безопасность, чувство безопасности, спокойствия, будет чувствовать себя спокойно, безопасно. Даже если вы будете видеть, что все люди собрались вокруг него, чтобы ему навредить, он будет чувствовать такое спокойствие. Это знаете, как, вот представьте, вы сидите, и муравей какой-то идёт, и ты вот так раз его ударил. И муравей пошёл, 20 муравьев привёл с собой на разборки, разбираться с тобой 20 муравьёв. То есть как ты будешь сидеть? Испугаешься, убежишь? У тебя же спокойствие будет, правильно вот? Ну и что, что он 20 муравьёв привёл разбираться с тобой? Вот так же ты будешь смотреть на создание Всевышнего Аллах Панатали. Аллах Панатали сделает их мелкими уничтоженными в твоих глазах. Но это в тем условием, чтобы у тебя сердце было переполнено вера в Аллах Панатали, чтобы ты никогда не делал зла великого, а это чтобы ты никогда не предавал никому Аллах Панатали. И если у тебя будет такое положение, то Всевышний Аллах Панатали даже может земные законы дни ради тебя. Как это было с пророком, допустим, Ибрагимом Алиисалямом. Ибрагимой был единобожником. Всевышний Аллах Панатали писал, сказав «Инные Ибрагимы анекаан. Умма Ибрагим был имамом». С тем, за тем люди следовали, кого брали в пример. Инные Ибрагима АнекаанUma Tancallana постоянно был в поклонении. Это не значит, многие думают, постоянно были в поклонении? На Маа считает ему этот день… Нет, постоянно был в поклонении. Постоянно у него было в сердце связано с Всевышним Аллах Панатами. Постоянно думала в Всевышнем Аллах. Если в чем-то ошибся сразу же просил прощения у вас понтали если чего-то хотел просил это у аллаха субханалталь они там или они по они в то есть у единобожника сторонился ширко для мне кумина мушекин и никогда не придавал вас фонталь никого со товарищ его народ были многобожниками его народ были многобожниками и он когда призывал свой народ его народ не слушал его потом его народ и во главе его народа был его отец многобожник решили сжечь ибрагим и развели великий огонь до того он был огромный огонь что они даже не могли приблизиться к этому огню они сделали катапульту посадили туда ибрагима связали и удар не по катапульте чтобы он вылетел в этот огонь и пророк салулах повесили нам рассказал о том что когда улетел перед ним появился гриб стал чем-нибудь помочь что касается тебя не надо мне достаточно вам и он самый лучший на кого полагать смотрите у нее сердце было переполнено едино божье это чего не сердце было связано сама то есть когда самые большие такие проблемы все ты летишь в огонь тут не какой-то там агай пришел какой-то там человек у которого не сам джибриль пришел и он отказался мне как достаточно вам мне это страшно и сумма на вас и вышли лосканты рассказал когда он попадает в огонь и вышли лосканты этого кульна и мы сказали огню куни борта на соля будь холодным и безопасным евро не то есть аллах приказал быть огню холодным и безопасным и как говорят ученые почему лав не сказал просто холодным стал холодным безопасным если что только холодного вы замерзла в огне ведь ему бы замерзла где в огне смотрите о вас фантале порядке земли огонь сжигает а у вас фантале изменяет порядке земли для кого для единобожников для тех кто поклоняется одному аллаху для тех чьи сердца связано с сегодняшним аллахом для тех кто боится всевышнего вас породали и постоянно чувствует его присутствие аллах спонталь меняет порядке земли ронс аллаху алейху ассалям также рассказывает нам из пророка бану израиль имя которого было душа ноги звезды начитались у руках пещера где рассказывается о мусе алиссалям когда он и стал хитара с ним был мальчик этот мальчик будущем стал пророком его звали и уже и однажды этот юнша был священной войны с неверующим и у них бану израиль то есть иудеев было запрещено воевать субботу было запрещено воевать субботы и они в пятницу открывали одну крепость и уже подходило время к закату если солнце зайдет воевать нельзя все надо оружие складывать выйдут из крепости и уничтожат и когда солнце шло к закату амбаскал пропсал сам юша алиссалям обратился кого спонтали и сказал а вот это вот солнце такой же раб как я полах останови это солнце я вас спонтально остановился остановил солнце на то время пока юша алиссалям не отдавил эту крепость не открыл и смотрите какой барахутык вот именно спокойствие как он просто обратился к сижу потому что вы идите на божников его сердце было переполнено верой в то что один у вас понадобят управляет все то что всевышний аллах спонтали как все еще вас пока написал сяк про не на маму григорода чайно не будет утреку поистине дела у всевышнего лака если он что-то захочет скажет ему будь и она становится скажет ему будь и она становится вот так вот он верил в это и знал что это солнце такой же рад и попросил лак и аллах спонтали станете порядке земли меняется но они меняются для того для божьего когда того у кого сердце переполнена верой и поэтому этого rung у фикм это не только для пророков это не только продавал как для пророков это для простых смертных людей также то есть для непророков тоже в этом попадать как это рассказывается расподвижников когда сподвижники распространяли ислам они шли в сторону бахрейна бахрейн барак луфику в море а у них не было кораблей и они обратились и очень мало спонтанно и скрывала нас причине то есть там не пророки а просто кто сподвижники простить причине этого помоги нам надо открыть эту землю бисмеля пошли и пошли по морю наше время на такую только фильмов фантастиками тема это настоящие события действительно не были аллах спонтан изменил порядке земли то есть заставил затвердеть и море и второй раз подобно же случилось подвижниками когда они воевали с перцами они также перешли реку когда они перешли в реку то есть войне с перцами у одного из них упал кувшин воду и утонул и он повернулся полу аллах непозорьми все мы прошли о мой кувшин утонул и волна выбросила барак луфиком это куши видите почему потому что сподвижники просто основных сердце было переполнено верой и они не творили великого зла а это предание вас по наталья со товарищей варку и поэтому мы должны смотреть то есть каково положение наших сердец переполнено ли она единоборствами же все-таки где-то мы допускаем ширк где-то нас отворяем твоим это зло и смотрите отец пророков ибрагим алейсалям он отец пророков он боялся за себя что попадет шик многие из нас наше время посылала простит и обережет не бояться этого ибрагим алейсалям обращался к всевышнему аллаху со словами возьмут него в они нам красном оллах а делеги меня и моих детей от поклонений и долей боялся смотрите какой-то на боже был из-за себя боялся и поэтому один из праведников табирина призвали братья на тайме горю а кто за себя может отвечать после ибрагим сесси бронем за себя бояться как мы тогда можем спокойно ходить также этого боялся наш пророк мухаммад салласа и постоянно обращался кого спонтан с мольбой валах прибегая к тебе от того чтобы то есть прилегать тебе совершение ширко знает и прошу тебя простить если это сделал не знает поэтому мы должны внимательно пересмотреть наши дела в силе они посвящены все выше на вас по наталью посмотреть наши дела органов тела сердец связаны наше сердце всевышним аллахом субханалталим это что мы произносим и пиктор довольны всевышний аллах спонтан тем что произносим языком есть не шалтера мы найдем то есть ответим на этот вопрос сами себе что да так она есть вы почувствуете безопасность почувствуете спокойствие почувствуете счастье как говорили ученые если бы в старых если бы цари и правители знали в то спокойствие которые мы чувствуем свои сердца из-за знаний за единобожие они бы пришли бы мечами нас зарубили чтобы отобрать у нас наше спокойствие потому что цари правитель и так далее вроде бы все у них есть как это правильно и честный горы у них спокойствие в сердце нет у них спокойствие сердце а этот человек бедолага у меня ничего нет у него есть спокойствие сколько людей есть вроде бы у него все есть но не может заснуть боится у него ворот на фиг он там во дворе 200 человек вот таких огромных злобов с этим хранителем а он боится заснуть заснуть не может снотворное пьет и же так сколько людей из богатый перед которым может быть ставишь баракулу фигу все виды пищи он болеет и не может ничего кушать диабетчик и так далее то есть видите поэтому счастье не в этих вещах счастье не в этих вещах счастье баракулу фигу вере счастье в единоборже и поэтому поговорим в тот человек у которого 200 тоник заснуть не может боится чувствовать вроде бы но никто ему должен угрожать но боится какой-то человек где-то на улице на асфальте спокойный тихо 8 9 часов спит еще и храпит так как у него может быть даже дома нет какой-то человек потому что у него есть в сердце как еще раз говорю что правильно брать пони я не призвать спать асфальт нет я называю переполнит наполнит наши сердца баракул фигу единобожие баракул фигу это основа это то из-за чего всевышний аллах спонтально создал как он сказал курань рама халя культина вольница или аль я буду я создал джинок у людей только для того чтобы они мне поклонялись магу резюме я не хочу средства питания не хочу чтобы они меня кормили аллах спонтально ничего от тебя не надо а вас патроли сам тебе все дал дал тебе голову дал тебе глаза долги бушинал тебе нос дал твердор и язык нам тебя руки дал те ноги вот на тебе уделение немножко времени всевышний аллах спон удели баракул фигу пять раз по две минуты по три минуты на вас один раз всего лишь месяц потерпи чуть-чуть не похож то есть как раньше допустим ночью не кушал днем кушал поменяй время ночью кушай днем не кушать если у тебя есть деньги всего лишь маленькие 2 с половиной процента дай заказ 25 процентов маленький два с половиной процента и точно так же если есть возможность ездить хочу съесть это вот ислам это вот ислам все легко и просто зазвали не слышала спадать много всего чья лав не просит за эту краткую жалкую коровку жизни 20 30 40 50 60 70 ну 100 лет максимум а зато потом вечное пребывание в районе зазвали не у вас пока а если же человек от этого кажется у меня за меня не дай вам вечное пребывание в аду это место в арку луфе то есть эта жизнь это нас место испытать экзамен проходим здесь экзамен на вечное попадание либо в рай либо попадание ваты надо использовать то есть время использовать каждую минуту стремление всевышнего господа так и можно мы как говорится то есть человеку нравится что-то мирское мирского отказываться не надо от мирского кассана просто постарайся узакой все эти мирские благи которым аллах спонатали тебя